Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет третий день, третий задание. Это такое незапланированное задание, потому что вчера мы разбирали обмен бесплатными подписчиками на своем канале YouTube и попросили более детально, более подробно рассказать четвертый пункт этого задания. Это совместные видео. Совместные видео вы делаете с каким-то человеком, с вашим партнером, с которым вы вначале договариваетесь о том, что вы будете снимать совместное видео. Я расскажу, как делается техническая часть сопровождения видео и как должно быть построено само видео. Для начала вы ищете того человека, который согласится с вами записать такой видеоролик. Например, я увидела, что многие сетевики, и я бы вам посоветовала брать такие темы не прямо в открытую продающую, а просто какой-то интересный контент, где бы вы могли показать свою экспертность. Возможно, вам уже попадались такие предложения, может быть, нет. Мне, допустим, такое предложение попалось не так давно. Предлагают сформировать образ инфоледи, так называемый. Сейчас очень много девушек, которые проводят онлайн-семинары, вебинары, обучалки, школы, как угодно это ни назови, суть одна. Марафоны, да. Сейчас появились такие бьюти-консультанты онлайн, которые помогут вам подобрать ваш образ. Вы можете снять такое совместное видео, мне кажется, оно будет заходить очень хорошо, особенно если вы представляете средства какой-то индустрии красоты. Помогите женщинам, объясните, что условно делят на четыре цветотипа, да, всех женщин, скажем так, их образ, пилотип. Это женщина, допустим, лето, женщина весна, женщина осень, женщина зима. Здесь учитывается цвет глаз, цвет волос, цвет кожи. В зависимости от этого можно подобрать определенные цвета для макияжа, для косметики, для мейкапа, да. Например, тот образ, который подходит для женщин зима, он совершенно не подходит, например, для весны. То есть, если, допустим, скажем так, светлые глаза, светлые волосы, очень такая нежная, прозрачная кожа, да, чувственные розовые губы, то ей не подходит образ зимы, где, как у Моники Белучи, черные волосы, черные прям такие глаза, яркие очень губы, для весны это будет только делать хуже ее красотой. Вот, например, вы можете поговорить с своим партнером об этом, рассказать, да, рассказать, что вот вы занимаетесь, например, косметикой, готовы проконсультировать, допустим, человека перед тем, как продать ему какую-то косметику, какие-то наборы, вы готовы проконсультировать, дать ему определенные подсказки по цвета, типу онлайн, какие цвета ему подходят, каких лучше следует избегать. То же самое, мне очень понравился, кстати, вот этот образ инфолинзии, они даже предлагают варианты, это первое, конечно же, это определение цветов, которые вам подходят, цвета одежды, да, то есть, в мире черного цвета говорят, нужно избегать, 90% людей это те люди, которым черный цвет не идет, мало того, черный цвет, он отталкивает от вас людей, многие воспринимают его как травмный, негативный, в общем, конечно, я думаю, что есть люди, которые вы готовы с этим поспорить, они говорят, что черный торжественный цвет, черный стройнит, но вот считается, что все-таки, если вы снимаете вебинары, то черного цвета лучше отказаться. Вот, вам подберут цвет, вам подберут цвета для мейкапа, да, то есть, скажут, что, например, вашему цвету тебе подходят, например, голубые тона, или вашему, там, постельные тона, золотистые, коричневые, объясню о том, как их сочетать. А еще обязательно для образа инфоледи рекомендуют выбрать что? Какой-то аксессуар, это тот аксессуар, который будет сопровождать вас периодически, ну, или постоянно на ваших семинарах. То есть, это тот образ, та деталь, какая-то вещь, по которой одного взгляда будет достаточно, чтобы понять, кто перед вами, да. Вот у меня была знакомая, она всегда носила брошь. Молодая девушка, ну, обычно, я представляла, что брошь носят такие люди постарше. Она всегда ходила в стольких платьях и носила брошь. Потом увлеклась герболайфом и стала постоянно ходить в спортивных костюмах, спортивный такой у меня стал стиль одежды. Естественно, там брошь никакая не нужна была. И у нее сразу могу сказать, что образ потерялся. Сразу пропал. Я ее до сих пор помню и позиционирую вот так вот, да. Трогий костюм, весь брошь. Сейчас она потерялась, какой-то шик. Вот. Продумайте, может быть, вы можете что-то предложить своим клиентам. У вас, может быть, есть какие-то, не знаю, аксессуары, да. Объясните, опять-таки, что по цветотипу, допустим, одним людям подходит больше желтый металл, тоже золото, другим больше белый, да, серебряные изделия или просто бижутерия. Да. Объясните, что кому-то подходят крупные камни, там, кому-то помельче. И скажите, что, например, у вашей компании для вас есть много. Не надо же все подряд всем сумать. Нет. Объясняйте это. Говорите, что вы можете, в общем, привести начальник вот такой онлайн-консультации, подобрать, революционно сделать предложение. Вот. Ну, еще вот, значит, вот эти, которые формируют образ инфалидии, они предлагают, предлагают добрать одежду. Причем одежду они предлагают подобрать не просто вот вам покажут какие-то образы, которые вы должны запомнить и идти в магазин сами. Они прямо, ну, узнают, с какого вы города, смотрят в вашем городе, какие есть те магазины, известные бренды. И, например, вы даже мерки свои отсылаете. Мерки сняли себе, отсылаете, они выбирают вам одежду, говорят, вам нужно вот такой-то размер, там, L, X, L или что-то, да, вот такого цвета вот в таком-то магазине. Вы приходите, даже можете там померить, вдруг вам будет что-то маловато или слишком свободно. Можете прямо позвонить им онлайн или сделать фото, отправить в ВКонтакте. И вот вам скажут, сидит, не сидит, нужно вам брать или не нужно. Вот такая консультация тоже есть. Вот. Ну, если в ваших каталогах тоже есть одежда, вы можете подобрать с учетом цветотипа. Ну, вот. Ну, и даже задний фон, то есть для проведения каких-то трансляций, вот такие, как консультант по формированию инфообраза, да, они вот могут предложить вам сделать какой-то задний фон. Замечательно, многие проводят, у них сзади стоит что-то типа какого-то, я не знаю, баннера или просвола, да, и там надпись какая-то, даже она подобрана в определенных томах бывает. Вот. Это такая вам идея просто для тех, кто занимается, кто сетевики, кто занимается бьюти-индустрией. Вот одна из таких идей, мне кажется, сейчас очень актуальна будет. По технической части я сделаю следующее видео. Ладно, всем спасибо, вот такая небольшая идея. Как вы делаете? Вы договаривались, кстати, с вашим партнером, допустим, в ВКонтакте или через скайп созваниваясь о том, что у вас будет запланирована прямая трансляция. Друг другу высылайте примерный перечень вопросов, которые вы будете задавать, чтобы не поставить своего партнера в тупик и в неловкое положение. Договаривайтесь, кто будет как бы вести основной эфир. Ну, обычно это делает тот, кто сам эфир настраивает. Вот. И второй человек, это как бы гость, это участник, он заходит по ссылочке и начинает отвечать на вопрос. Да, ну, как бы интервьюируемый, наверное, правильно так сказать, человек. Вот. Поэтому ищите партнера хотя бы одного. Попробуйте сделать одно такое видео и техническую часть я сейчас запишу и скину вам чуть попозже.